Всем привет, друзья! С вами на связи Аня Матемания, и мы будем заниматься, угадайте чем, математикой. Да, будем с вами решать одиннадцатую задачу, между прочим, самую сложную задачу. Это текстовые задачи, там, на движение, либо там на смеси, сплавы, либо там на работу. В данном случае, я считаю, самая сложная задача, которая вам может попасться, это задача на движение. Почему я так говорю, что она самая сложная? Потому что, если вы знаете, а если не знаете, то я вам сейчас расскажу, ваша первая часть каждый год собирается из открытого банка FIP. Так вот, все, что вне банка FIP находится, попадет в ваш экзамен с очень маленькой вероятностью, практически там нулевой. И вот если перебрать весь банк FIP, а я именно это и сделала, и посмотреть на все одиннадцатые задачи, которые там есть, то вот это самое сложное. Давайте разбираться с ней, как же ее решать. Поехали. Что тут нам сказано? Что есть два города, А и Б. Давайте сразу нарисуем, что-то хотя бы такое примерное, да, что у меня вот есть. А, есть, Б. И значит, навстречу друг другу одновременно выезжают мотоциклист, давайте вот этому пусть будет мотоциклист, и велосипедист. Вроде бы я отметила правильно. Мотоциклист приехал в город Б, все правильно, значит, он едет из А в Б. И приезжает он, смотрите, в город Б на 12 часов раньше. Выехали одновременно, мотоциклист приехал раньше. Логично. Дальше. Встретились они, то есть где-то вот здесь вот, скорее всего, наоборот, вот где-то вот здесь вот, там этот склист больше проехал. Через два, ну с половиной часа, давайте сразу напишем, через два с половиной часа они встретились где-то тут вот, посерединочке. И нас с вами спрашивают, сколько часов затратил на путь из города Б в город А велосипедист, то есть время велосипедист нас с вами интересует. Хорошо. Почему сложная задача? Потому что дано крайне мало. Посмотрите, что у нас вообще есть. У нас есть время до того, как они встретятся, и время, насколько быстрее, там, приехал мотоциклист, чем велосипедист. И все. Ни слова про скорость, ни слова про расстояние, ничего, больше ничего нет. Поэтому нам придется разбираться. Первым делом, друзья, давайте что-то возьмем за неизвестную. Скорее за неизвестные, так как тут очень много чего нам не дано, придется вводить несколько неизвестных. Чаще я советую вот что. Видите, две скорости неизвестных, лучше их, наверное, взять тогда за неизвестные. Вот столько тавтологий у нас с вами сегодня. Пусть будет скорость мотоциклиста X, скорость велосипедиста Y. Попробуем что-нибудь уже накидать. Что я точно знаю? Ну вот, я, например, знаю, что вот, значит, когда они выехали одновременно, да, мотоциклист проехал вот столечко, велосипедист проехал вот столечко. То есть суммарно вместе они проехали все вот это расстояние. Прилагаю, все вот это расстояние, которое у нас с вами есть, взять за единичку. Типа один путь, вот так это назовем. Тогда что я точно могу сказать? Что мотоциклист у меня проехал два с половиной часа со скоростью X. Велосипедист у меня проехал два с половиной часа со скоростью Y, да? Если я перемножаю время на скорость, я получаю расстояние. То есть вот это, это расстояние, которое проехал мотоциклист, а это велосипедист. Их сумма будет равна единичке. И правда, вот оно расстояние мотоциклиста, вот они расстояние велосипедиста, вместе они дают единичку, то есть целый путь, да, вот это полностью расстояние AB. Хорошо, так, смотрите, у меня есть какое-то уже уравнение, в нем две неизвестные. Окей, значит, надо еще какое-то уравнение получать. Ну, я предлагаю немножко посмотреть и подумать, а что же нам тут дали, точнее, что нас спросили найти, чтобы понять, какое нам еще возможно уравнение составить. Смотрите, нас с вами спрашивают, сколько часов затратил на весь путь велосипедист. То есть нам надо найти время T. Вот еще одно, да, неизвестное появление, сейчас будем разбираться, что с ним делать. А как найти все время, которое потратил велосипедист? Надо разделить расстояние на скорость, так ведь? Расстояние, которое он проехал, ну, весь путь AB, это единичка. А скорость, с которой он ехал, ну, это Y. То есть по-другому мне надо что найти? На самом деле надо найти, чему равно 1 делить на Y. Ну, или по факту, просто зная Y, я уже буду знать, чему равно 1 делить на Y, и автоматически буду знать ответ к моей задаче. Ага, хорошо. Так, ну ничего, тогда вот это мы оставим просто себе, да, как напоминание о том, что, мол, окей, мне надо найти на самом деле вот это. Но, чтобы мне найти Y, мне надо иметь тогда хотя бы 2 уравнения, потому что сейчас у меня одно уравнение с двумя неизвестными. А мне надо тогда иметь 2 уравнения с двумя неизвестными, чтобы можно было хотя бы одно из них, да, одну, точнее, из этих неизвестных найти. Хорошо, тогда что я еще не использовала? Я использовала уже информацию про то, когда они встретились, но я пока что никак не использовала информацию про то, как они там, в общем, выехали из А, доехали на Б, кто раньше, кто позже. Хорошо, тогда вот что я сделаю. Раз у меня велосипедист ехал дольше, да, его время больше на 12 часов, они выехали одновременно, но велосипедист, когда моциалист уже сел отдыхать, велосипедист еще 12 часов ехал, ехал и ехал. То есть его время больше. Я доставлю такое уравнение. У меня оно будет выглядеть так. Время велосипедиста, я пока что так напишу, время велосипедиста, все время велосипедиста, минус время мотоциклиста, все время мотоциклиста, равно 12 часов. Из большего вычитаю меньше, получаю разницу, разница 12 часов. Хорошо, тогда вопрос, а чему равно время велосипедиста? Так оно же вот оно. Мы только что его написали, да? Все расстояние, весь путь на его скорость. Отлично. То есть получается его время, мы точно знаем, 1 делить на y. Окей. Так. Ну тогда время мотоциклиста тоже довольно логично находится. Весь путь, а он проехал полностью от а до b, то есть единицу, на его уже скорость, да, то есть уже на x получается. Окей. То есть получается 1 делить на x. И, собственно, все. И тогда, что мне надо сделать-то на самом деле? Мне надо взять и решить, тут я уберу сюда, чтобы помнить, что мне надо найти. Мне надо просто решить систему уравнений с двумя неизвестными. При этом желательно мне найти y. Окей. Так, ну давай что-то с этим делать. Я вот что предлагаю. Я предлагаю здесь подстановкой это решить, то есть выразить сначала из одного уравнения какую-то неизвестную, подставить его во второе уравнение и уже решить там уравнение с одной неизвестной. Ну, я предлагаю, наверное, все-таки вот из первого уравнения будет проще всего выражать. Значит, что я думаю? Сначала мы давай его там взовем типа единичкой и вот с ним отдельно поработаем. Значит, вот у меня первое уравнение. 2,5x плюс 2,5y равно единице. Первым делом давай-ка все разделим на 2,5. Тогда у меня получится x плюс y равно 1 делить на 2,5. 2,5 и 5 вторых. Значит, это будет 2,5. 0,4. 0,4. Окей. Так. И тогда смотри. Раз мне надо знать y, то мне надо наоборот выражать x, чтобы потом вместо x подставить вот это выражение с y и чтобы только y у меня остался. Хорош. Так, все. Я теперь выразила одну неизвестную через другую. Могу ее подставлять в то уравнение, с которым мы пока что не работали. Во второе, да? Ну, погнали. Так. И уже с ним мы будем работать. Тогда во второе уравнение я подставляю. 1 делить на y остается, а вот вместо x мы получаем вот такое выражение. 0,4 минус y и это все равно 12. Так, ну погнали решать. Давай-ка все, перейдем к общему знаменателю. Так как здесь не проверяют оформление, то я просто тупо домножу все на y и на 0,4 минус y. Значит, здесь у меня останется 0,4 минус y. На y нет смысла домножать. Да, здесь я домножаю на y. А здесь домножаю и на то, и на другое. И на y, и на 0,4 минус y. Хорош. Так, давай-ка все раскрывать. У меня получается 0,4 минус 2y равно... Так, 12,04 это 4,8 минус 12y в квадрате. Ну, слушай, у нас тут квадратно равене получается. Окей. Сейчас все в одну сторону принесем. Вот тут я переношу, у меня получается минус 6,8y плюс 0,4 равно 0. Так, предлагаю все на 4 разделить и на 10 умножить. Вот что я тебе предлагаю. Разделить на 4 и умножить на 10. Так, делю на 4, у меня останется 3. На 10 умножаю, у меня будет 30. Здесь, делю на 4, у меня будет 1,1,7 умножаю, будет 17. И здесь будет 1. Окей. Так, ну и давай дискринент надо искать, да? Дискринент у меня будет равен 17 в квадрате. Насколько я помню, 289. Дальше, минус 4 умножить на 30. То есть, минус 120. Итогом у меня остается 169. Это хорошо. Так, и тогда 2y я могу посчитать. Первый будет такой 17 минус 13 делить на 60. А второй будет такой 17 плюс 13 делить на 60. Опа, и они у нас оба положительные оказываются. Прикол. Так, тогда первый y у меня будет равен 4,6. Да, 4,6. Можно сократить до 2,3, до 1,15. Так. А второй y у меня тогда равен... Сколько здесь будет? 2... Нет, 30, 60. То есть, 1,2. Так. Тогда смотри. Вот я получила два этих y. Давай-ка посмотрим туда, какие мы два варианта для t получаем. Нас же спрашивали, сколько часов длился весь путь велосипедиста. Вот этот вот, да? Давай-ка его найдем. Вспоминаем, что он равен 1 делить на y. Получается, что если y у меня равен 1 делить на 15, переворачиваем его. И получаем, что тогда, если y равен вот этому, то время у него такое было. То есть, велосипедист проехал за 15 часов весь путь. А здесь, если мы перевернем, то мы получим 2 часа. Что-то из этого надо написать в ответ. Давай-ка подумаем. Проанализируем. Как у нас с тобой мог велосипедист ехать 2 часа, 2 часа из пункта B в пункт A, если только 2,5 часа ему понадобилось, чтобы встретиться с мотоциклистом где-то посередине дороги. А потом он еще ехал. То есть, его время 100% больше, чем 2,5 часа. Так ведь? Получается тогда, что вот это вот 2 часа, это неправильный ответ. Он нам не подходит по условиям задачи. Получился он по определенным причинам, математик так работает, да? Но мы его не берем в ответ, и тогда ответом все-таки будет 15 часов. Вот такая задача. Посмотри на нее, как видишь здесь. В чем проблема? Ну, во-первых, у многих может возникнуть вопрос в составлении уравнения, конечно же, да? Что их тут 2, даже 3, я бы сказала бы, да? Потому что та вот неизвестная, которую мы ищем, она по-другому выражается. Много разных преобразований. В целом они не суперсложные. Но все-таки чаще всего с системой уравнения вам сложнее работать. Ну и в конце еще такой тоже выбор. Самое главное не налажать в нем в конце. Надо выбрать, что еще поставить. В общем, да, друг, вот это самая сложная задача номер 11, которая тебе может встретиться на экзамене. Напиши, пожалуйста, в комментариях, как она тебе. Сложная ли она реально, как показалась тебе. Или, может быть, ты скажешь, да блин, реально это самое сложное. Это вообще аж какая-то легкотня. В общем, пиши свои мысли и свое мнение в комментариях. Ставь лайк, кстати говоря, за полезную информацию. А я тебя обняла, преподняла. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока.